И снова здравствуйте, всем привет. Итак, ролик последующий времени по ковалам. Решил всё-таки давно уже хочу сделать голову тигра, по-моему, да, саладина. И потом просили меня показать, как сделать пещеру. Ну вот как раз будет тема голова, и потом сделаем пещеру, и можно уже будет внутри погулять, посмотреть, освещение как-то подобавлять. Ну а золото, куча золота, тоже вопрос, как сделать, да? Так что давайте пока начнём с головы. Так, буду лепить скульптой с альфа-6, потому что я то там леплю, то там. Ну, такие все головы, люблю лепить именно скульптой с альфа-6. Здесь и попроще, и без всяких вот отвлекающих вот этих надписей. И результат тот же самый. Так, первым делом у нас есть голова, подключаем референс. Чтобы видеть, что там вообще у нас будет с головой. Вот такая голова, ничего тут сложного. Так, первым делом что? Наметим глаза. Давайте выберем кисточку Drive. Так, Clay. Давайте нажмём Clay. Симметрия включена, вот она. И через альфа, ну, здесь где-нибудь этакое, вспоминаем. Наметим, где у нас, значит, лицевая часть, потому что здесь нет ориентиров. И можно начать лепить в задней части. Тоже вроде симметрично, но модель уже будет перевёрнута. Так, следом, отключаем Clay. Сделаю сразу же через Alt выемку, значит, под рот. Как это удобнее делать? Берём крис. Побольше, значит, ставим резку. И как-нибудь так, вот таким образом обрисовываем. Для чего это всё делается? Для того, чтобы, когда вы будете вминать, ну, что-нибудь, всё будет вминаться именно до момента вот этой врезки. Потом ещё в ZBrush всё это дело доработается. Это просто, повторюсь, болванка. Так. Рот есть. Потом всё будет вычитаться, вырезаться, углубляться. Делаться там проход. Так. Теперь накидываем массу. Повторюсь, что кто смотрит по скупи-шайфа-шестой, кому нравится это, значит, программа. Программа неплохая. Так. То здесь, прежде чем что-то делать, на сетку нужно накидать массы. Иначе потом у вас будут ломки, изломы и так далее. Даже если вы будете что-то, сейчас вот, допустим, будем вытягивать, делайте вот без разницы, как вы это всё накидаете, нужно изменить сетку. Потом не проблема её будет вминать, убирать, там ещё что-то ей добавлять. Так. Накидаем, значит, дуги. Вот эти бровные. Так. Теперь что у нас? Нос и идёт рот. Не проблема. Намечаем рот, тоже рисуем. Так. И получается, здесь большая такая челюсть должна быть. Вот с ракурса смотрим. Прям побольше мы её накидываем. Сейчас будем форму ей придавать. Вот так вот. Со стороны сейчас смотрится красноватенько. Да. Сначала, когда вы что-то начинаете скульптить, это не очень хороший вид имеет. Это вот пока болванка. Так. Теперь что ещё нужно сделать? Добавим массы сёк. Вот так. Теперь поработаем грабом. Растянем нашу вот эту шею. От неё будем плясать тоже. Так. Массу получше сделаем. Так. Ещё здесь можно чуть-чуть углубить. И вот эту всю часть, всё вот это, шлифуем, вот как эта кисточка, флатаном. Всё выглаживаем, делаем всё красивенько. Так. Где-то снизу можно это дело подровнять. Но потом всё равно это будет вытягиваться, обрезаться. Так. Здесь у нас тоже щёки. Щёки у нас должны кругляшом быть. Хорошие щёки такие. Нос должен быть ровный сверху. Так. Хорошая штука. Теперь наметим, где у нас должна быть сопатка. Вот так её вырежем. Сначала рисуем кризом, а потом уже делаем, значит, драйвом. И получается, считаем, сколько у нас, раз, два, три полосы. Вот теперь кисточку уменьшаем. и рисуем эти три полоски. Приблизительно. Так. Теперь можно грабом уже добавлять форму, доделывать что-то как-то. Так. Нарисуем сразу. Вот раз, два, три, четыре, пять. Это пять штук у нас должно быть вот этих вот складок, значит, на шпиках вот этих. Два, три, третья уходит, она сюда, четыре, и пять уходит на шевель, на челюсть. Так. Теперь придаём форму, значит, нашей челюсти. Челюсть должна быть такая, голомурная, рот должен ровненько уходить. Вот от этой части, прям ровно. Обведём складку рта. Губа будет нижняя. Так, здесь вот что у нас, видите, получается яма. Яму нужно обязательно заполнять. Так, выравниваем, проводим, сетка меняется, делаем нижнюю губу, прям побольше. Поровнее вот эту стараемся сделать складку, чтобы она красивая была. Так, теперь у нас получается внутреннюю часть можно чуть-чуть выровнять. Так, челюсть тоже немножко покрутить, преобразить, завалить её. но челюсть вот эта должна быть прям побольше вот сюда выходить. Морда тоже должна быть побольше. Можно рот ещё прям припустить пониже, чтобы он был, ого-го какой. Бровные дуги можно увести чуть-чуть подальше, щёки чуть-чуть потянуть, сдвинуть. И щёки можно вот эти вот части прям поднадуть, подать их вперёд, чтобы они, ну, прям щеками были. Так, есть такое дело. Что у нас вот с этой частью идёт? Вперёд мы её надуваем, чтобы она надутая была. Нос здесь переносится чуть потолще. Так. Намечаем уши, ну, чтобы уже видеть общую картину. Накидываем массу, вот так, побольше. И вытягиваем уши уже вдоль. Так. голова по сыре выходит. Так, есть такое дело. Брови дуги. Дуги уходят в бок, туда вот подальше, а здесь чуть-чуть надутый. Вот таким вот образом. И всё это дело обрисовываем значит кисточкой вот этой с кризом. Так. Поменьше сделаем интенсивность. Так. По ушам. Уши. дисклея значит альтом выдавливаем внутри. вот так. Вот так. Теперь попробуем складки эти правильно всё наметить. Так. Шею от уха выглаживаем поровнее. голова чуть-чуть под уклон с ртом чуть-чуть выглаживаем. Так. Ну, вроде бы прикольно. Сетка меняется. Так. Теперь вот эту часть можно здесь же тоже пролепить. Вот эти вот складки. Кисточку поменьше. Интенсивность побольше. и складка уходит под нижнюю челюсть. То бишь где-то вот тут. Проводим под линией криза. Смотрим насколько получается как. Это она идёт здесь можно выгладить и она уходит к уху. Можно потом ухо будет значит перекинуть. Так. Теперь чуть-чуть придаём больше снизу. Сейчас всё это будем выглаживать. Это не вопрос. Пролепливать. Выглаживаем флаттоном под углом. Опять же все складки у нас делаются под углами здесь. так здесь шифтом выглаживаем чтобы у нас здесь была значит площадка вот такая прокидываем шифтом прокидываем шифтом выглаживаем и вот у нас получается нормальная складка. Есть такое дело но тогда что мне не нравится не нравится размер вот нижнюю часть это шеи и подбородка да это дело можно увеличить не проблема так следом по морде давайте чуть-чуть вытянем вперед и то же самое сделаем с нижней челюстью и челюсть еще вниз подадим чтобы она была еще большей массивной так чуть-чуть ее сделаем по шире по надути и вот эту полосу по округли так чуть-чуть преподаем это все кверху делаем переход чтобы шея сзади и появился затылок потому что без затылка я думаю смотреться это дело не будет так теперь делаем на затылок резку отбиваем вот эту полосу отбиваем значит нахождение ушей и отбиваем нахождение тех складок которые нам нужны раз шептом так есть такое дело потом сортом еще поработаем потому что тут нужно будет удалять чтобы снизу был проход вот здесь это все потом доработается ну и теперь придаем всему этому делу нормальный внешний вид значит так клеем делаем квадратную вот эту челюсть так делаем побольше губу так теперь делаем первую складку вот эту потом повторяем еще одну складку делаем еще одну складку ну вот уже вроде бы что-то ну а теперь платы нам тут кисточку поменьше интенсивность можно побольше смотрим насколько тут под углами да нужно все это дело зарезать так теперь немножко все это осаживаем так ну а тут уже слифовка под разными углами слифовка добавление где-то массы это значит под углами проходим так делаем напоевом подрезку подрезку идем снизу рисуем опять накидываем массы прибавляем сверху чтобы можно было ее сейчас латином пройти и а латином и подрезка подрезка и подрезка и и подрезка и где-то чуть-чуть наплывем, где-то делаем подтяжку, корректируем уже согласно глазу, так у вас восприятие внешнего вида будет. Теперь опять же вот эту складку можно видите подтягивать на низ, тогда уже получается нормальная складка. Делаем опять же верхний подрез, можно побольше. Делаем корректировку массы сверху, накидываем массу побольше под глаз и опять же флата нам все это дело под углами, чтоб красиво было. Вот так просто ну под одним углом вы никогда не сделайте нормальную вот эту подрезку. Так теперь здесь у нас утончается к этим карту. Делаем подтяги, потому что когда вы рисуете кризом, у вас бывает что вдавливаются и происходит деформация. Так теперь порту еще сделаем прям побольше. Для чего? Чтобы потом можно было зафлата нам регулировать вот эту форму. так теперь что я хочу сделать, я хочу более-менее значит побольше надуть эту морду. Сделать угол побольше, значит носа. Сделать ему подрезочку и значит у нас три, значит три волны получается. Теперь берем драйв без клей, набрасываем массы и вот это все дело подрезаем, выглаживаем, нарабатываем тоже вот этот слой. Щелчками можно даже не рисовать, а просто набросы с щелчками. Так и получается нам еще одна складка понадобится вот здесь. Так нос тогда побольше, кризом под углами делаем подрезочку и вот эту часть выглаживаем как бы книзу. Делаем стенки, отбиваем губу, отбиваем нос. Так нос тоже делаем поровнее сверху, поострее, поровнее вот эту переносицу. Теперь что у нас по дугам? Дуги тоже они не округлые должны быть, а как бы сплюснутые, да? Надрезы делаем сзади, отмечаем ихнюю границу, делаем переносицу носа и у нас вот эти части, они как бы сросшиеся, да? Значит их надо сделать поближе, дуги побольше, ну и сзади немножко тоже надо как бы на сглад пройти. Вот так вот. Делаем чуть-чуть треугольник и уходим на голову. Из головы сразу переключаемся на уши, делаем им треугольник. Смотрим снизу, что у нас происходит, тоже вот эти края. Меняем сетку, все это дело внутри выглаживаем, делаем впадины. Так, здесь у нас до уха доходят вот эти подрезы. Ухо чуть-чуть поострее. Так, немножко ухо вдавленное, не без этого. Так, уводим ухо чуть-чуть подальше, чуть-чуть в сторону. Вот. Так, теперь что даем? Даем теперь толщину вот этой части и закрываем чуть ухо вот этой складкой. Чтобы было все прикольно, вытягиваем, выравниваем, натягиваем складочку. Ну, в принципе, что? В принципе, нормально, но ухо у него, по-моему, еще ниже лежит. Вот. Вот. Тогда тут еще тоже натяжечку, подтяжечку. Ну, вроде бы уже похожу. Так. Займемся теперь вот этими бокалушками. кисточку можно поменьше, интенсивность побольше. Вот. Сзади тоже уже поменьше поставить интенсивность. И сзади тоже такую окружность создадим. И уход на понижение к челюсти. Вот это вот как бы натяжечку. С боков смотрим, выравниваем, потому что вот эта складка, она должна быть ощутимо весомая. Уходить чуть-чуть, значит, вовнутрь к челюсти с поворотом. Так. Прикольненько, так. Нос чуть-чуть, наверное, поднадуем к верху. Так. Вот эти складки тоже чуть побольше, наверное, сделаем. Опуск чуть побольше, верхний чуть повыше. Натяжечки. Короче, тут уже регулировка смотрим, как да что. Так. Ну, вот эти части я потом еще отрегулирую, подкорректирую. Можно им поднакидать. Значит, здесь уже отдельно плечи. Сдать задний конус. Вон. Придать какой-нибудь угол. Ну, такой поприкольнее, да, такой по обкате. Ну, и не забываем флаттеном все это дело. Так, у меня выключили свет. Сохраняю проект. Итак, свет уже включили. Давайте дальше это все дело доделывать. Решил я теперь уже сразу в The Brush. Болванка уже готова. Тут уже подкорректировать, подогнать. И, в принципе, все будет хорошо. Так. Что нам понадобится? Нам понадобится первое. Переделать сетку. Потому что сетка сейчас со скульптой с альфа-6. Видите, в трисах. Здесь побольше, там поменьше. Прикольно. Сетка после нее получается после переработки. Да и нам сделаем побольше. Смотрим, чтобы ни один деталь не расплылась. Ох, сейчас ляма 3 будет. Это многовато я поставил. О, 4. Ctrl-Z не подойдет. Вот так где-то. Нормально. 561 тысяча. Так. Теперь нужно все это дело обрезать. Вот это. Ctrl-Shift. Trim Rect. И все это дело повыше. Так. Jack. Все. Ровненько. Переделываем сетку. Ctrl-левая кнопка мыши. Включаем кисточку. Clay Build Up. Brush. Теперь. Автомаскинг. Заходим в Buck Face Mask. Ставим, чтобы не тянуло задние стенки. Так. Теперь кисточку поменьше. Здесь, наверное, на пятерочку. Будем делать глаза. Так. И через Alt. Вот так вот. Аккуратненько. Если получится. Все это дело углубляем. Также сверху немножко подбираем. Снизу. Делаем нормальную выемку. Кисточку. Теперь ставим на двоечку. Ну и где-то здесь Shift-ом проходим. Так. Что-то с ушами тут немножко поднакидаем. Подкорректируем. Сейчас, короче, будем уже дальше уходить. Вот в эту часть. И вот эту часть я хотел бы вычесть. Так. Сейчас сначала давайте губу подкорректируем через Alt. В принципе, тут можно вот так вот углубляться. Но нам нужно прям вглубь туда уйти, чтобы у нас получилось, значит, что должно получиться. Должна получиться пустота. Так. Пустоту мы сделаем каким образом? Смотрите. Сейчас возьмем Append. Добавим сферу. Выберем Alt. Левой кнопкой мыши эту сферу. Уменьшим. Поставим прозрачность. Опустим. Еще раз уменьшим. Так. Теперь посмотрим, где у нее должен быть выход в пещеру. Так. Ну, а теперь чуть-чуть, наверное, все это дело сплюснем. Вот так. Можно даже немножко его вытянуть. Приподнять кверху. Можно даже наклонить, чтобы у нас пещера была нормальная. Так. Так. И теперь выбираем кисточку. Мофта. Позже. Смотрим. Ставим иксимметрия русская Ч. И, значит, все это тянем аж до челюсти вот сюда. Чтобы язык там лег. Потом нам понадобится горло. Небо. Ну, короче, вот здесь вот должна быть вот такая штука. И она должна выходить именно в рот. Почему? Потому что должно, чтобы вычитание произошло, все, что вот там в глуби, оно не вычтется. Значит, нужно заполнять вот эту штуку побольше. Компоновать. Так. Теперь вот челюсть немножко преобразуем. Там нижнюю часть тоже подрастянем. Потому что вот, смотрите, видите, вот такая штука получилась. Значит, так она и вычтет выход. Ну, там же должны какие-то быть потом увеличения, расширения. Так. И, значит, что? Все. Побольше ее тут надуем. Во. Чтобы потом там можно было камни какие-то добавить там. И так далее. Так. Теперь делаем всему этому делу Dynamesh. Все это дело выглаживаем. Предварительно сохраню, значит, проект. File. Save. Раз. Сохранить. Да. И ставим на вычитание. Таким образом. Вот здесь есть у нас вот вычесть. Вот она. Клавиша. И теперь объединяем. Делаем Merged Down. OK. И Control. Левая кнопка мыши. Снимаем выделение. Смотрим, что получилось. А шикарно у нас получилось. Вот такая штука. Так. Вот этот фур меня бесит уже. Так. Где-то что-то сгладим. Где-то что-то потом долепим, подтянем внутри. Так. Теперь делаем Control W одну полигруппу. Еще раз делаем Dynamesh. Следом, что нам понадобится. Нам понадобится язык. Это будет у нас опять же Append. Alt. Это будет Alt. Левая кнопка мыши. Это будет значит у нас сфера. Сферу закладываем. Сделаем ей сразу дубликат. Один дубликат отключим. И попробуем все здесь скомпоновать. Так. Сплю с ним прям побольше. Теперь с помощью ног. Так. Control Z. Их симметрию включаем. И компонуем язык. Возможно он нам понадобится даже побольше. Так. Угу. Здесь поуже. Ну и наверное как бы потом с него можно будет делать ступеньки. Да. Так. Это как бы он в горло уходит. Теперь. Зачем вот этот еще одна сфера. Это будет у нас сейчас такая прикольная штукенция. А. Еще раз сделаем дубликат. На верхней переключимся отключим. Делаем поменьше сферу. Вытягиваем ее к верху. Прям еще поменьше. Кисточку теперь поменьше. И вот эту. Так. Control Z. Control. Так. Вверх замаскируем. Вот так чуть-чуть. Делаем Control I. И вот этот Control I. Можем значит подтянуть к верху. Снять маску. И где-то. Иксиметрия. Шифтуем. Выгладить. Делаем поменьше теперь. Динамеш. Вот. Чтобы у нас вверх хорошо полигоны уменьшались. Так. Ну в принципе нормально. это у нас получается будет гортань. Чуть-чуть ее подальше может как бы. Да. Вот на небе как раз подгадалась. И на неба попала. Так. Ну чуть-чуть еще поменьше сделаем такой капелькой. Так. Следом у нас получается есть сфера. Нам понадобится что? Зубы. Так. Зубы, зубы, зубы. Это будет с одной стороны делаем. А потом уже посмотрим. Так. Это. Вот такая получается штука. Загоняем ее. Уменьшаем чуть-чуть побольше делаем. Теперь с помощью мофта положи. Возможно где-то чуть-чуть искривить. Это потом уменьшится. Делаем поменьше динамеш. Кисточку теперь. Корректируем наш зуб. Ну как-то так-то. А ну сколько у него зубов хоть. Импорт. Где он у меня тут? А ну-ка. Два. 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 И три. Тут. Нормально. Так. Значит так. Вот. Теперь размер бы подгадать его. Уменьшаем. И лучше растянуть надо побольше. Вот. Теперь делаем дубликат. Перекручиваем. И опускаем в нижнюю челюсть вот сюда. И перекручиваем вперед ее. Теперь нужно ей придать какую-то форму. Вот так. С изгибом. Так. Это тоже какой-то тонковатый. Я хочу потолще его сделать. Так. Этот делаем в диаметре Modified Apology Mirror. Перез Alt переключаемся. Делаем Mirror. И теперь промежуточные нам понадобятся. Да? Как мы это все дело обыграем? Мы возьмем верхние зубы. Сделаем дубликат. Дубликат. И теперь сделаем вот так. Один замаскируем. Ctrl W. Удалим. Ctrl Shift. Левая кнопка мыши. Теперь, значит, сделаем Dell Hidden. Скроем то, что удалили. Так. Поднимаем. Уменьшаем. Подгоняем. Поближе поставлю. И теперь Ctrl. Вот так. Снимаем маску и делаем мера. Ну, чуть-чуть можно их сплюснуть. Где-то возможно растянуть. Возможно где-то приподнять повыше. Так. Ну и теперь мы делаем что? Дубликат. Перекручиваем. Скручиваем. Так. И чуть-чуть. Шифтом. И можно чуть-чуть где-то повытягивать. Где-то придать им какую-то форму. Вот так вот. Потому что у них сейчас еще разные полигоны. И поэтому мы работаем с полигонами. Ну, не полигоны разные. Этот как вот. Полигруппы. И они работают. Вот с каждым зубом можно работать в отдельности. Если мы сейчас сделаем дайномеш. То все это дело в принципе пропадет. Так. Зубы есть. Все это есть. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно вот на этот хребет. Нарисовать какую-нибудь прикольную вот эту волну. Да? Рисовать наверное лучше снизу. Так. Погнали. И вот так я наверх под уклончик. Где-то побольше, где-то поменьше. Так. Не забудем уже нижнюю часть. Если она нужна вообще. Как по мне так не столь важно. Так. Теперь в ухо надо вставить кольцо. Ну, кольцо вообще не проблема. Выбираем вот этот цилиндр. Не цилиндр, а сферу. Или как она называется. Так. И значит добавляем ее вот сюда. Чуть-чуть перекручиваем. Подгадываем по анатомии. Закладываем ее к уху. Сюда вот так поближе выводим. Так. Выбираем Alt. Левая кнопка мыши. Нашу вот эту голого уха. И попробуем мы в Topology. Все это дело значит. Ну, чуть-чуть оттянуть. Ухо-то пробитое. Вот так вот. Через Shift можно чуть-чуть ее тут выгладить. Подогнать. Так. Теперь Up and добавляем в глаза. Кольец. делаем геометрию мира вот что мне не нравится это как-то может и правильно он выглядит не знаю анатомию потом надо что-то с челюстью придумать как она очень интересно будет закрываться как он разговаривает поглядеть уже так теперь так вид сверху вроде бы нормально но так затылок чуть подтянем как по челюсти вот здесь вот шеи она значит стыкуется вот как бы как она потом будет анимироваться надо будет добавлять отдельные косточки так мы ее чуть-чуть оформим вот накидаем ей тут массу такую чтобы он попредставитель не был да так по ушам заднюю часть ухо вот так вот докидаем да нет ну чтоб красивее было есть такое делаем так нормально и здесь вот наверно добавить еще какой-нибудь пути полба красивее переход этот был теперь мофта покупки и немного его усадим а ну-ка ну чтоб задняя часть все равно как-то вырисовывалась можно даже здесь приподнять наверное чуть-чуть так ну вроде бы на голову похожу вот теперь вопрос выход в пещеру будет пещеру делать потом здесь наверно буду здесь делать ну чтобы а как же и обыграть тогда но это потом посмотрим и значит здесь будет площадка это будет значит песок потом косточками тут еще где-то до корректируем кажется мне рот открытый открытый а вот что-то мне хочется прям щеки добавить ну за счет того что вот эту часть тут как и морщиниста вот это да то поэтому получается внешний вид такой если бы сейчас ровная сфера допустим где-то была то вид был бы совсем другой так ну в принципе все вот такой у персонаж вот такой язык кадык единственно я не знаю еще на мульфин поглядеть как вот это там все устроено картинка картинкой конечно но вот задняя вот эта шея может быть или побольше надуть сделать какие-нибудь эти плечевые вот эти вот как так они есть вроде мышца плечевая ну теперь надо сделать покраску всему этому делу и будет вообще шик блеск красота а еще что хотелось бы это побольше накидать вот эту губу и сделать это бы поострее наверно о да ну и тут где-то что-то еще под накидаю доработаю но принцип уже понятен да вот такой получился голова все всем пока до свидания интересно все будет дальше именно пещера потом спустимся посмотрим как там может текстуры какие на первый раз это все делаю так что как будет рассказать не смогу именно надо будет глядеть все всем пока